Жесть, что так холодно? Что это за восьмое мая? Аж рожу перекосило. Так, сегодня мы будем готовить лошадиный завтрак. Конский. Нет. Лошадиная сила. Или конский заряд. Надо подумать, как лукси назвать. Для этого нам понадобится. Смотри. Вот наш гайос. Видишь, он вот такой красивый. С проросточками. Берем стакан. В банку. И накидываем у веса. Короче, 200 граммов са. Я себе 200 беру. Я-то маленький. У меня-то всего 65 килограмм весу. Финики. Финики. Я косточки вытягиваю. Водички замачиваю. Потом. Я, короче, не знаю. Когда как? Когда бывает... Я эту воду выливаю. Потому что мне кажется, что финики грязные. А нам-то, если мне кажется, что финики чистые, я эту воду не выливаю. Потому что... Тоже в воде что-то полезное остается. Ну, сейчас я воду выливаю. Я сейчас погружаю в финики. И... Увез. Я еще хотел банан добавить. Но банан я съел полчаса назад. А идти в магазин не хочу. Вот так еще банан можно. Мед лучше не стоит. Я не знаю. Может у тебя по-другому. Лично у меня. Вот эти компоненты. Вместе с медом. Начинает. И сжог. Так вот без меда нормально. С медом и сжогом. Потом смотри. Это, наверное, много будет. Орешка. Орешка. Вот так вот. Половину. Сколько тут? Половину орешков. Можно ножом. Желательно ножом порезать. И... Щепотку... Изюмчика. Изюмчик тоже, конечно, надо замочить. Тут по желанию, смотри. Можно, конечно... Изюм вместе с финиками замочить и перебить. А можно... Можно его так отдельно положить. То есть задача. Мы сейчас получаем однородную массу из овса, фиников. Может быть, придется немного добавить воды. Можно добавить там банан. Можно добавить сок апельсина, к примеру. Получаем массу. Подгружаем туда орешки. Изюмчик. Семочки пророщены. Семочки пророщены. Это вообще термин. Да. Храню. Видишь? Всего понемногу. Это такой шикарный завтрак. Столько сил дает. Попробуй. Сейчас я тебе покажу. Все. Блендер сломался. Этот уже не вернуть. А, я тут еще аферу провернул с блендером. Но я как бы так и думал, что и с этим будет то же самое. Я же, короче, купил блендер. Этот самый дешевый. Ну, я не подумал, что... Мне же им не один раз в год на Рождество что-то подробить надо. А мне им постоянно надо работать. А у меня мозгу хватило купить самый дешевый. Потому что нормально до этого сломался. Вот. Через 10 дней он у меня сломался. Я хотел было его пойти отнести... Не, я его, вернее, уже никуда не хотел пойти отнести. Потому что коробку вместе с чеком я сразу же выкину. Вот. Но я нашел легкий лайфхак. Я пошел в магазин. Купил точно такой же блендер. Этот. Принес домой себе. Оставил новый. А старый отнес. Сказал, что он у меня сломался. Вот. Но мне деньги за него-то вернули. Вот. Но у меня теперь и этот, и второй сломался. Ну, как говорится, чего и следовало ожидать. Значит, покупай, Леша, нормальные теперь блендеры. А ведь все-таки сделал теперь гору мусора. Ты гребаный потребитель, Алексей. Ну, в принципе, мы успели сделать то, что нам надо. Может быть, не совсем до конца, но зубы, зубы доработают. Но мы получили софса вот такую вот массу. Вот, 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 вот. Сейчас мы отгрузим это в тарелку. Насыпем туда орешки, изюм, семечки. Перемешаем и будем жевать. О, смотри, в общем, готово. Овес, ну, он тут не добился. Ну, в целом, вообще, вез он не так очень хорошо жуется. Это не до выражения, но... Ну, просто охуительно. Особенно, вот, если перед спортзалом... За полтора часа до спортзала и погнал. Ну, там, спортзал, турник, пробежка, воркаут, чем там. Решишь на следующий день заниматься. Очень хорошо. Рекомендую. И по вкусу не пожалеешь. Овсяная каша только натуральная. Ну, давай, на связи.